как достойно противостоять тем кто вас не уважает моменты неуважения могут быть крайне неприятны к сожалению далеко не всегда находится ответ на потоке откровенного хамства в наш адрес но стараться вести себя с достоинством конечно важно и нужно ведь масштаб личности напрямую читается сквозь призму поведения именно в ситуациях когда должного уважения к нам не проявляют первое не пытайтесь переделать человека вы не можете изменить кого-то и научить другого уважать окружающих подобное поведение исходит от воспитания человека которое закладывается в детстве читать нотации пытаться перевоспитать удивляться невоспитанности собеседника это бесполезная трата времени изменить других мы не в силах поэтому лучше изменить свое собственное отношение и начать с того чтобы самому себя уважать достаточно чтобы не отвечать хамством на хамство и не продолжать общение если это необходимо второе поставьте свое условие например я уважаю вас я уважаю вашу точку зрения я уважаю вашу позицию уважайте вы меня уважайте мою точку зрения уважайте мою позицию попытайтесь этой фразой поставить границу а также сказать человеку что вы заметили его неуважение к вам но вы норм приличия приступать не хотите а потому просите и его придерживаться взаимного почтения в общении если человек вас услышит и остановится значит неуважение к вам было высказано либо в пылу эмоций либо по случайному стечению обстоятельств либо по причине несдержанности если же вашу просьбу не услышат переходите к пункту третьему а третий пункт таков задайте вопрос например почему вы продолжаете говорить со мной в таком тоне на каком основании вы ведете себя столь неучтиво вы считаете подобный разговор корректным все эти вопросы напрямую свидетельствуют о том что вы не просто не поощряете подобного отношения к вам но и готовы к следующему шагу прекращению общения они находятся в юрисдикции жесткой вежливости когда вы даете отпор но пока еще не прекратили разговор если же ваш собеседник сделает вид что не слышит этих вопросов и продолжит неуважительные нападки на вас то следующий пункт четвертый поможет вам закончить беседу четвертый пункт это завершите общение неуважительное общение не приносит конструктива в отношения сделав несколько попыток урезонит собеседника вы можете закончить общение если тон и манера визави по-прежнему будут далеки от приличия мне неприлично общаться в подобном стиле или пока вижу что достигнуть обоюдного уважения не получается или же давайте пообщаемся в другой раз когда сможем говорить спокойно не атакуйте личность собеседника даже если он атаковал вас лучший способ защиты это не открываться для новых нападок и защитить себя нейтральными фразами которые завершают разговор пятый пункт думайте прежде всего о себе откажитесь от идеи вразумления собеседника лучше возьмите курс на то чтобы выстроить собственные границы дозволенного в общении и принять верное решение о способах взаимодействия с подобными визави да вы не можете заставить кого-то вести себя с вами вежливо и уважительно помните что воспитание это данность с детства но вы можете выбрать пути дальнейшего общения или прекращение такового если собеседник переходит все границы дозволенного